И наша задача была за эти несколько дней практически на своих примерах донести до вас проведение Алифа, чтобы, читая эти книги, вы уже понимали, о чём там идёт речь. Вы будете читать, вы будете читать тему пастырской опеки, как вести малые группы, и вы уже практически это знаете, вы уже это видели, вы слышали это на примерах. Так намного легче. И вот я покажу ещё раз эти книги. Вот эта книга Ники Гамбла «Рассказывая другим». И вот ещё есть такое издание, вот такое встречается чаще. Вот такая синяя книжечка. То же самое. Вот эта недавно вышла. Ну, а такая-то ещё старше. Вот на этих книгах мы начинали учиться, вот на таких, рассказывать другим. Потом вот эта книга «Вопросы жизни», где поданы темы сложные вопросы. И там ещё есть много литературы для проведения семейных Алиф-клубов. Ну, Ники Гамбл, вы же запомнили автора, да. И вот такое ещё дополнительное издательство, вот такие вот небольшие книжечки. Да. Ну, очень хорошее. Здесь краткое изложение вот этих книг. А есть ещё тетрадки, где вот участники Алифа должны ввести записи? А как писать Ники Гамбл через К? То есть, когда человек проходит тему, да... Вот вы имеете в виду вот это? Нет? Наверное. Ну, там основные моменты самой темы. Если вы будете приобретать литературу Ники Гамбла, она будет идти со всеми составляющими к ней ещё книгами. Потому что каждый год оно что-то добавляется, каждый год что-то обновляется, понимаете? Киев. Киев. И вы найдёте по книгам. Через Киевскую общину мессианскую вы можете выйти на тех... На офис, где вообще происходит распространение вот этой литературы и... Нет, нет. В Киеве есть этот офис от церкви Анатолия Гаврилюка. Андрей, по имени, по фамилии не помню, очень хороший брат, он занимается Алиф-клубами. Альфа-курсом он занимается. У нас уже Алиф-клубы. А он занимается Альфа-курсом. Брат Андрей, он из церкви Анатолия Гаврилюка. И у них есть и офис, да. Поэтому можно на него приблизительно выходить и ориентироваться. И там уже будет литература. Могут уже выходить, наверное, и дневники, и тетради, как помогающие пособия. И на дисках есть. Разная-разная вспомогательная литература. Просто когда вы слышали от нас примерами, с разными ситуациями, уже будет легче, взяв литературу, книги, читая, уже представить, куда это применить и как это применяется. Потому что, когда возьмешь просто книгу, читаешь, немножечко сложновато. Мы тоже, когда начинали, мы раньше смотрели, мы общались, нам рассказывали, как проходит на своих личных примерах. Хотя в книгах тоже очень много есть примеров из прохождения Алиф. Но это, не забудьте, это примеры еще, которые применяются в церквях, в Англии, в других странах. А мы говорим уже, как по еврейско-мессианской общине, какие бывают ситуации, с чем мы сталкиваемся именно в служении нашему народу. И как лучше можно усилить, как больше можно добиться эффекта, эффективности и результата. Спасибо. И сейчас мы с вами проведем тестирование. Значит, что это за тестирование? Мы предлагаем вам обязательно записывать вопросы, не просто отвечать их, в вашей тетраде записать кратко, сокращенно вопросы, но только так, чтобы потом поняли, и тут же на них отвечать. Мы не будем проверять ваши тесты, просто потом мы один какой-то, мы скажем правильный ответ, один для всех. Но для чего это тестирование? Для того, чтобы оно у вас было, для того, чтобы, когда вы будете проводить подготовку Алиф Команд, вы знали, какое тестирование проводить с ребятами из Алиф Команды в конце подготовки. Хорошо? Пишем вопросы. 23 вопроса, а их можно просто сокращать, очень быстро написать. Вопрос писать, обязательно пишите вопрос, потому что вы потом, когда вы напишите только ответ, вы не будете знать, на что же вы отвечали. Первое. Пишите, первое. Фамилия, имя. Второе. Сколько лет верующий? Вы можете тут же сами для себя отвечать. Третье. Оцените от нуля до десяти баллов желание служить Вале в клубе. Оцените от нуля до десяти баллов желание служить Вале в клубе. Оставляйте, может, место для ответа. Для своего, потом ответите. Мы дадим время на ответы. Четвертое. Четыре. Главная цель Алиф Клуба. Пять. Что главное на Алиф Клубе? Двоеточие. Ужин, общение, тема. Нужно подчеркнуть. Что главное на Алиф Клубе? Ужин, общение, тема. Шестой вопрос. Вы же, как студенты, должны так научиться быстро писать и сокращать. Шесть. Почему ужин длится 30 минут? Все съели, да? Семь. Кто должен победить в споре? Гость или служитель? Кто должен победить в споре? Гость или служитель? Восьмой вопрос. Оцените от нуля до 10 баллов уверенность в том, что вы не будете опаздывать на встречи. Понятно, как Алиф Клуба. Алиф Клуба. Оцените от нуля до 10 баллов уверенность в том, что вы не будете опаздывать на встречи. Девятый вопрос. Какое главное качество служителя? Алиф служителя. Какое главное качество Алиф служителя? Десятый вопрос. Три главных принципа пастырской опеки. Одиннадцатый вопрос. Пастырской опеки. Одиннадцатый вопрос. Оцените от нуля до 10 баллов. Напишите 0, 10 и тире. Своё согласие делать то, что скажет лидер команды. Оцените от нуля до 10 баллов своё согласие делать то, что скажет лидер команды. Вы уже записали? Замечательно. Так. Двенадцатый. Молитесь ли вы ежедневно за Алиф? Нет. 15 минут, 30 минут, 1 час. Подчеркнуть. Двенадцатый. Молитесь ли вы ежедневно за Алиф? Нет. 15, 30 час. Нужно подчеркнуть. Тринадцатый вопрос. Кто участвует в обсуждении темы? В обсуждении темы. Двоеточие. Гости, спикер, помощник лидера, лидер, детский служитель. Нужно подчеркнуть. Четырнадцатый вопрос. Ваш любимый вопрос при обсуждении темы к гостям. Ваш любимый вопрос при обсуждении темы к гостям. пятнадцатый вопрос. Пятнадцатый вопрос. Двоеточие. Советуем читать Библию. Выслушиваем. Высказываем свое мнение. Высказываем свое мнение. не соответствующее писанию. Советуем читать Библию. Выслушиваем. Высказываем свое мнение. Или ваш вариант. Написали? Шестнадцатый вопрос. Кто в основном ведет общение с гостями во время ужина? Кто в основном ведет общение с гостями во время ужина? Семнадцатый вопрос. Основано ли наше общение на Библии? Основано ли наше общение на Библии? Восемнадцатый. Ваши действия при заданном вопросе, на который вы не знаете ответа? Восемнадцатый вопрос. Ваши действия при заданном вопросе, на который вы не знаете ответа? Есть, да? Да. Девятнадцатый. О чем и как долго вы можете говорить при обсуждении темы? Какой вопрос? Восемнадцатый? Девятнадцатый. О чем и как долго вы можете говорить при обсуждении темы? Двадцатый вопрос. Время длительности Али Встречи. Время длительности Али Встречи. Двадцать первый. На какие темы нужно вести общение во время ужина? На какие темы нужно вести общение во время ужина? Двадцать второй вопрос. Почему важно выехать из города на уикенд? Двадцать второй. Почему важно выехать из города на уикенд? Есть. Да? Записали? Двадцать второй. Двадцать второй. Почему важно выехать из города на уикенд? Я быстро диктую, да? И двадцать третий. Какая заповедь лежит в основе взаимоотношений Вали в клубе? Какая заповедь лежит в основе взаимоотношений Вали в клубе? Заповедь. Заповедь. Какая заповедь лежит в основе взаимоотношений Вали в клубе? Все. Двадцать три вопроса. Вы записали вопросы. Сейчас в течение буквально трех минут, я думаю, хватит. Пяти максимум. Вы можете сейчас ответить где-то на эти вопросы. Если вы писали вопрос за вопросом, вы можете перейти в страничку и написать один и ответ. Два. Ответ. А потом мы сверим наши ответы. Да. Седьмой. Кто должен победить в споре? Гость или служитель? Все.